все привет 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 всем так всем привет ребята это канал вечерние кости мы сегодня будем говорить про разные странные вещи мы будем говорить сегодня о обновлении которое грядет там морда кайнин с том да прежде чем мы начнем говорить про морда кайнин тумба фоус напомню что мой канал вечерние кости мы тут разговариваем настольные ролевые игры и про в основном про dungeons and dragons и не только разговариваем про них но еще и играем так что не забывайте о том что во вторник вечером мы ведем нашу кампанию по миру но мир разрушенный войной богов это осколок парящий в астральном море мир пустынь и магии драконов и всякого такого а также по воскресеньям каждое второе воскресенье мы играем мы играем в кровавых ублюдках где мы в холодном чикаго можем ходить и убивать всех так что фанаты джонс драгон приходите приходите во вторник фанаты мира тьмы приходите каждое второе воскресенье а еще лучше приходите на тот и на тот стрим если вы не будете успевать смотрите нас на ютубчике потом приходите на наш дискорд фолки нас в инстаграме подписывайтесь на ты же ютюбе тоже вот короче саня между делом мы сегодня фритоксим такая штука получилось что я вот за пять минут мы только начали разговаривать что оказывается на вигейм здесь в этом году в киеве это такой вот такая выставка мероприятие мероприятие игра игровая выставка индустрии где мы будем кстати кто где-то в регионе будет или может записи будет смотреть мы будем там 22 числа в час 30 у нас будет выступление по возрождению настольных игр и их выход в онлайн так что приходите послушать нас как минимум пообщаться с нами мы всегда рады а тут как оказалось что компания game 3 совместно уже с нами организовывает целое мероприятие по dungeons and dragons который будет массовый забег в по спасению мирового дерева чуть-чуть проспойлил наверное нельзя было так что это будет массовая ребята массовая компания состоящая из нескольких игровых сессий нескольких игровых групп нескольких игровых столов с несколькими гаэмами которые будут вестись параллельно я так понимаю общий сюжет какой-то она будет все как-то сходиться вместе и вы можете меняться там будет группами и все ну короче достаточно круто будет приходите в общем кто из киева кто из кому недалеко до киева ехать я не знаю приезжайте будет классно это воскресенье с часу дня где на vdnh будет происходить так что приезжайте познакомимся в живую и поиграем в dungeons and dragons да так что мы будем сегодня на самом деле говорить у нас очень такой лайтовый стрим а то мы последнее время очень хардкор или разными очень серьезными делами там говорили кстати у нас есть видео на ютубе как начать мастерить как начать играть вообще в dungeons and dragons какие ошибки гейммастер приводит как быть вообще ленивым гейммастером куча разных видео как как вообще разбираться с с игрой а сегодня мы будем говорить больше о лоре воображении и того что мы ожидаем от нового обновления то есть кто не в курсе ребята сейчас в ближайшее время должна выйти очень как бы важная крутая всеми ожидаемая книга от издательства wizards of the coast издателей игры dungeons and dragons подземелья и драконы книга называется мордокейн и том 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 о форс да да книга как это недругов мордокейна уже есть куча информации на самом деле в интернете по типу на самом деле насколько я понимаю это кстати по сути перевыпуск как бы старой книги которая выходила по 3 5 редакции мне такое ощущение что туда они много всего переживали и просто сделали под пятую редакцию или разные вещи это книга которая призвана расширить значительно расширить лор мира пятой редакции джинс и драгонс предоставить больше опций для игроков для гейммастеров и почему все ждут именно эту книгу она обещает подарить нам кучу новых монстров для гейммастеров которые смогут вводить их в игру и больше половины из этих монстров будет выше 10 сложно сложности то есть это будут эпические монстры для ваших высокоуровневых компаний и там реально очень классные противники очень классные монстры мы пробежимся посмотрим некоторые вот на самом деле есть были стримы сейчас недавно назывался мордокейн и смейхем вы видите вот картинку вот подо мной тут и они показывали некоторых мобов в состязании они сделали такую ареновую ареновую pvp pvp короче мобов да один играл человек за домов другой они там дрались это был весь стрим потом видно было какие-то некоторые скиллы что они там умеют так что давай быстренько начнем с мобов потом еще поговорим о том может если у нас будет время какие еще лоровые вещи да будут разъясняться первый нам известный моб это вот он это молох такой достаточно я думаю он имеет большую известность среди простых смертных потому что молох на самом деле если я не ошибаюсь и я не ошибаюсь у нас я сейчас найду у меня был где-то вот он у меня тут все подел молох был на первой обложке первого Dungeons & Dragons он достаточно старый старый моб это дьявол который имеет достаточно большое влияние на седьмом уровне из ада но он не является одним из королей ада что достаточно странно потому что до этого уже например из бездны нам дали всех почти всех принцев принцев бездны но в dnd пока что в пятой редакции нет ни одного официального как бы короля короля ада кроме Теомат потому что Теомат на первом нету никого ни Асмодеуса там ну и молох тоже не является одним из принцев он просто крутой крутой да по статам и по драке которые я видел ну в этом пвп что я мог с этого понять что у него конечно же ему добавили легендарное действие ну то есть он супер крутой у него плетка из молнии и он мне что-то напоминает почему-то чуть-чуть что это как-то взяли балорга балорга отрубили ему крылья и дали ему больше протеинчиков и он вот такой вот стал он достаточно достаточно крутой у него очень много хп было ну он все равно проиграл достаточно эпичному монстру которого я покажу сейчас так называемую Сибириэкс 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 по лору короче эта тушка она очень интересна меня очень она привлекла первым же делом она выглядит пипец уродливо она мне какие-то между зергами и этими из Вархаммер фэнтези этих как их это не из фэнтези а из Вархаммер 40 тысяч да 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 тираниды тираниды да вот они какие-то зерги но мне больше на зерга знаешь мне больше похоже на оверлорда зерговского который так летает вот-вот-вот что-то мне подсказывает на самом деле потому что это по-моему со второй редакции уже этот моб был что может все-таки зерги появились под влиянием вот этого моба есть очень много куча теорий и легенд по поводу того кто первым у кого спер идею там той или иной расы или монстров да такая интересная кто это такие вот в третьей редакции эти чувачки были я так почитал что они были первыми которые основали бездну это короче когда-то в другой вселенной родилась вот эта вот раса какие непонятно какая и они короче уничтожили свою вселенную они прорвали космос и вот уже в такой вот форме типа съевшиеся перекрутившие изуродованные они основали бездну и первые первые принцы бездны они были как бы без этой вот расы подожди а к какому типу монстров относится это существо это исчадие от родия что это это обменейшн типа уроди это уроди порождение это как нотики как бихолдеры те которые считаются не из ближних планов какие-то какие-то выглядит мерзко они мерзкие чуваки а в новом обновлении короче их сделали чуть-чуть другой лоры это прозвучало просто на стриме это древнее оружие богов офигенно это как в чужом да чужие офигеть просто офигенно очень круто то есть это какой-то их туда скинули на они на дне бездны обитают у них кстати у молоха был 21 уровень сложности у них 19 был ну они как бы обитают и просто летают в бездне их иногда призывают и в битве между молохом и северексом они знают там как игроки настолько там пробовали тактично подыгрывать но он молоха убил потому что у него так называемая есть штука под названием съесть плоть он конце концов короче молоха сделал часть себя он его типа пожрал он убил и потом его типа начал его всасывать и всю дорогу этот скил у него был но для стрима они сделали чтоб молох был как бы как-то невезим к этому для того чтоб не закончилась битва за первые 30 секунд как он просрал там телосложение и он бы его просто съел ну и северекс еще вызывают вот этих вот маленьких или каких-то собачек которые по моему у него 6 штук он может вызвать они как бы из его тела вываливаются и была еще тема то что эта штука вся держится как бы цепями задержано и там какой-то у него был скилл если я правильно помню что если цепи как бы разбиваются он как бы берсерк улетает то есть он уже он контроллабо мерзко 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 ну клевая идея такая мне кажется что чуть может от или надо да такая смесь мне кажется смесь чужого тиранидов из вархаммера и зергов из старкрафта да они мерзко мерзкие чуваки так дальше у нас все по классике это гицерай гитрадзи анарх тут да 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 там еще вторые это the good guys потому что следующее у нас гитянки это по моему гитянки это злые что мы знаем про гитрадзи и гитянки это обои были изнасилованы в прямом смысле от этими майндплеерами как их элитидами это же опытные кролики элитидов там же весь лор в том что элитиды их там пытались что-то им там пробовали делали из-за того у гитрадзи и у другой рас есть встроенные псионические силы а вот оно что прикольно прикольно они как бы сбежали на астральное море и у них типа вечная война когда-то там давно и вот у гитрадзи и вот это я так понимаю как какая-то это повелительница наверное я предполагаю что и скорее имеется ввиду анархия что-то связано с анархией скорее это от слова монарк анарк монарк мне кажется ну окей когда переведут туда эту короче какая-то тетка крутая круто что добавили псионические умения этого еще нету да ребята псионики в пятой редакции до сих пор нету по-моему это первый шаг не было до этого ничего конец конечно же все ждут этот как дарк сан что наконец-то ввели псионику да ну что то я вот кстати об этом о дарк сане я тебя скидывал недавно что майк мэрлс что-то там уже постоянно на 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 твиттере об этом что там загоняет какие-то темы что вот это мой любимый с этим типа я уже там дома что-то уже подделал может это как какие-то может быть но в то же время где-то видел заметки о том что по-моему что-то следующее будет выходить по грейхоку короче не знаю поживем увидим ладно так подожди а что из себя представляет в ну с точки зрения правил гидрации гидрации какой-то наций гидрации она она короче псионический монг монах окей она у нее были она могла летать у нее был телекинез и она имела как это фьюри фьюри как-то по-русски я все это забыла Денис спаси меня шквал ударов да шквал ударов у нее был был я понял то есть она такая и достаточно большая массивная массивная наоборот гифтянки командир он короче дэ нинджа дэ псионик нинджа он так он типа она была она там подымала она он одет какие-то влаты был у него два меча было которые они там постоянно перекидывались один другом у него меч прилетал обратно как он телекинезом его возвращал но это это драчка была самая скучная на самом деле которую я видел потому что они это был такой как какой-то супергеройский этот они все летают там знаешь типа floating там такое то есть будут уже get yankee и get the right потому что их вообще нет никаких нормальных в этом и я очень рад потому что астральное море нас ждет я это 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 спойлер к продолжению так дальше мой любимый из всех пока что астрологии или ходящих в тенях я не знаю как шагающие по ночи но это звучит тупо правда если по-русски ночной ходок ночной ходок ну тоже шо это такое коллега какой-то ходит по ночи ночной ходок это тот кто просыпается ночью писать часто понимаешь как старый дед поэтому я не знаю ночной ходокер называть его ночной ходокер звучит как-то круче надеюсь его так и переводят ночной уже был в третьей и четвертой редакции они были как бы в одни из самых сильных существ которые обитали на шэдоу фэлл или в темном мире да еще по моему до того как анонсировали собственно монстров из этой книги новой очень много было слухов на реддите в основном о том что часть монстров будет происходить из плана шэдоу фэлл и все таки да круто это интересно это круто и вот мы имеем найт волкера прямиком из шэдоу фэлла кто это найт волкер найт волкер это короче самый забустенный самый турбо вариант привидения это человеческая душа которая не сдалась и не примирилась и смертью и начало пожирать всех остальных и он как бы в это целое существо превратилось до этого у него не было рогов мне очень нравится на самом деле арт новый до этого он был такой такой как лысый титан какой-то с маленькими рожками а сейчас у него и добавили вот эти вот сатирные ножки такие вот но выглядит невероятно круто на самом деле он очень крутой и был батл между ним у него еще кстати был скилл который он вызывал еще один вариант моба у нее тоже был призыв и он призывал алип он призывал алипа это тоже такой на самом деле я иногда уже не понимаю какая разница между ними и банши ну банши там я знаю эльфийка женщина должна была это тоже какой-то тень или какая-то сущность которая не упокоилась и он как бы их вызывает потихонечку у него у Найтвокера тоже 20 силосложностей и у алипов если я правильно понял где-то 7 или 8 то есть достаточно серьезные ребятки а против него было если кто-то считал как этого темного айпа по-русски называют ну его принято называть Дзиртом хотя мы все знаем кто читал в оригинале что на самом деле его зовут Дрист а как его перевели? Дзирт? его перевели локализировали специально имя так чтобы русскоязычные читатели не читали такие Дрист понимаешь? может быть так что как его назвали надо? Дзирт Дзирт короче Дзирт встречался с такими женщинами да это Дроу это Дроу Матрона я не знаю это глава каждого дома Верховная мать они были там самые близкие к Лофту постоянно она тоже 20 уровня сложностей это наверное первый гуманоид которые были из вообще из книги по моему 20 уровня официально ну то есть из самого Монстер Менуала нету 20 уровня гуманоида который у нее короче там очень смешно было потому что на стриме кто играл девушка которая играла за нее она сидела вот с такой вот стопкой карточек у нее 37 спелов есть разные офигеть ну да Патриарх типа оно ну как бы очень 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 серьезная очень много разных вещей ну то есть у нее начиная от того что у нее в руках плетка с тремя головами которые если все три утара попадают какой-то имеет комбо это да это прямиком из книг про Дзирта собственно плетка да ну и она тоже ну блин кого бы она не вызывала она вызывает конечно же пауков ретриверы называются какие-то серьезные ну Матрона сколько бы ни старалась бы Матриарх Матриарх не смогла победить Найтвокера потому что у него был так называемый новый скил называется The Finger of Doom даже не палец смерти как было это заклинание а палец Рока и он короче я так понял какой-то забущенный спел пальца смерти окей который он не только не только притрагивался но у него еще аура была которая делала урон психологический типа тени вокруг него на 30 футов то есть она каждый раз ходила когда в ауру получала автоматический урон от него офигеть он ее просто по маленькому по маленькому начал убивать и у него по-моему еще у него есть реген если он в темных помещениях находится жарковатая штука на самом деле ну вот не знаю он пока что очень зашел перед тем как я увидел следующих пацанов окей кто это был? Левиафан Левиафан очень интересно потому что хумбрювская версия Левиафана было я в интернете смотрел есть ли какие-то статы уже Левиафан всегда был какой-то змей ну то есть какой-то змейный а они сделали это очень интересно в третьем третьей редакции ДНД сделали уже так что Левиафан имеет какое-то отношение к плану воды ну типа да окей и тут это самый древний водяной элементарь ааа вот как то есть даже не дракон что-то такое именно я так понимаю ты по изображению он в форме дракона это же кстати опять же еще до того как анонсировали именно монстров самих когда были слухи о том что будут монстры из Shadowfell также говорилось о том что будут древние элементали и вот тут собственно имеем тут кстати очень интересно что древние элементали какие-то из старых изданий почему-то имеют кучу венгерских имен я об этом с тобой говорил сейчас какая там мода какая там мода почему все называют венгерские у нас просто ребята чтобы вы понимали мы живем недалеко от венгрии венгерские имена это нормальная как бы вещь когда ты идешь на улице и видишь людей а когда ты видишь в интернете ты кто-то там не знаю вот я вам просто пример дам то если назвали бы самого злобного темного эльфа Василий да ты такой а на самом деле это сейчас такая штука то есть в англоязычном комьюнити на западе сейчас в штатах ну вот это на волне популярности Dungeons & Dragons очень много стримов очень много каких-то известных людей играет в настольные ролевые игры каких-то конвентов событий каких-то посвященных Dungeons & Dragons там постоянно всплывают имена каких-то героев каких-то персонажей каких-то людей кто играет ими и целая волна люди называют персонажей и злодеев и там не знаю существ из своих игр называют венгерскими именами и для нас это звучит просто комично потому что почему зачем вы это делаете моего соседа звали в детстве это странно нет я так и знал он древнее зло да да я в этой драчке на самом деле Виапана и его сопротивника чуть-чуть пропустил и не очень дотошно просмотрел этот бой потому что это был на самом деле очень колоссальный бой я так понял что Левиапан имеет какой-то двадцать один плюс как если вы кто-то играл в добавление Princes of the Apocalypse есть есть уже на пятую редакцию есть одно из первых на самом деле там есть статы древних или как бы так называемых королей элементарий на каждый план и чем-то он мне на самом деле похож был знаете это вот этот вот моб скиллы которые у него были я может из-за того не очень запомнил потому что у него скиллы были настолько какие-то ожидаемые то есть там стена воды заклинания какие-то ну следующий парень которому даже анонсировали статы он стал моим любимчиком после этого он крутой да я догадываюсь о коме он астральный дредноут астральный дредноут про него надо знать это их дредноут которого изгнали в астральный план и он там на вечность типа блуждает а из-за него когда играли очень было комично на самом деле на стриме Мэйхэма что тот кто за него играл он всегда такой ну пожалейте он только травмированный его там изгнали он просто хотел хорошее детство среди дредноутов но ему пришлось вырасти большим и злым астральный дредноут имеет 21 уровень сложностей уровень сложностей и мне кажется 21 это пока что самый высокий уровень сложностей ну из этой книг да мне кажется что он должен иметь намного больше потому что у него есть некоторые вещи особенности странные я даже открою я по-английски открою его ага там наверно он очень маленький ну и что мы будем видеть на самом деле есть уже по-русски по-моему где-то перевод я где-то кину нам в дискорд если ребятам интересно у него особенность в том что первым же делом его нельзя изгнать это одна из больших тем когда всегда их все делают то есть banishment или изгнание это достаточно хорошее заклинание если ты хочешь сыграть с временем или куда-то это его нельзя изгнать с астрального плана он слишком большой или просто прямо в прямом смысле написано этого нельзя сделать иди в жопу то есть надо с ним драться да а второе что у него очень крутое это у него есть свое микроизмерение в желудке да what the fuck ну то есть это реально очень большой колоссальный колоссальный моб и второе что ну понятно у него почти 300 хитпоинтов у него 20 армор класс и очень классная штука у него есть как мы обычно попадают игроки на астральный план на астральный план чтобы попасть туда нужно найти где-то или дверь чтобы перенестись полностью туда но на самом деле я думаю что меньше всего людей делают так потому что есть заклинание на высшем уровне которое называется astral projection да позволяет перенестись но ты переносится туда с серебряной нитью которая летает за тобой в астральном плане у этого чувака если он критует он обрезает эту нить чу-чу понимаете и все и вам надо чуть-чуть подчитать как это на самом деле работает но мне кажется что в этом плане у гэмов очень много клевых есть вариантов как-то отыграть когда он тебя обрубывает знаешь как это как пупок ребёнок И ты остаешься там навсегда. Ты типа или мертвый, или ты умираешь, или ты умираешь, instant death. Что это означает? Этого вот астрального дредноута можно очень круто использовать для того, чтобы он имел очень-очень большую опасность для твоих игроков, чтобы они понимали, что где-то они наткнутся на какой-то лор, и может, когда они прибывают в это астральное море, и там просто тела, знаешь, как в открытом космосе просто двигаются. То есть, короче, этот моб, это, ребята, если ваши герои будут путешествовать по астральным планам, и они столкнутся с этим маленьким, миленьким каточком, который раскатает ваших героев просто в блины, да, весело. Это веселенький такой вот паренек. Так что вот такие вот мобы пока что были анонсированы уже официально. Я думаю, 18 мая выйдет коллекционная уже edition. Так что будет, я думаю, где-то в интернете уже инфа про все остальное. Как вам выйдет? Понятно, что. Ну и кроме всего этого, кроме монстров, это, понятно, это только часть монстров, их там намного, если я не ошибаюсь, больше половины книги будет посвящено именно монстрам. То есть, по сути, это такой себе мы получим третий монстр мэниуал, потому что вторым был Волу. Мне кажется, это будет более как Волу, потому что в Волу тоже была куча гайдов по разным расам. По сути, это у нас получается третий монстр мэниуал. И она будет очень похожа на Волу Монстры, что там, гайд, да? Да, да. Но кроме этого, там будет очень много интересного лора. То есть, мы имеем, ну, сколько мы монстров, про сколько монстров мы рассказали? Восемь? Восемь. Ну, я думаю, там будет много. Восемь из, и это только часть, ребята, там будет больше половины книги посвящено таким вот крутым существам, которых вы сможете пихать просто в свою игру. У нас, наконец-то, книга будет не вот эта вот, соплёк. Да, ну, что, 250 страниц, по-моему. Ну, не Ксанатар, потому что за Ксанатара, блин, ты когда-то... Мы получим что-то полноценное, около 250 страниц, если я не ошибаюсь. То есть, нормальная, большая будет книга какая-то в этот раз. Какой будет у нас лор? Первым же делом про эльфов, я так понимаю. Очень много про эльфов расскажут. Про тёмных эльфов, и будет этот вот негендерный эльф, я так понял, и они всё-таки будут книги. Да, да, да. То есть, на волне, короче, конъюнктурных каких-то таких тем сейчас в мире, мы получим эльфов, которые способны по своему желанию раз в день менять свой пол. Утром, да. Утром. Они смогут становиться женщиной, мужчиной, либо... Никем. Ну, вы поняли. Неопределившимся. Неопределившимся. Ну, короче, так интересно-то. Ну, ладно, на самом деле, отвлечёмся от всей вот этой фигни, но на самом деле это предоставляет очень прикольные возможности для роллплея, для партии. Ну, почему нет, я согласен. Если кто-то хочет этим играть. Да. Мы получим кучу вариаций эльфов, если я не ошибаюсь. Мы получим кучу лора про их этого... Как этого парня зовут, который... Типа проклятие. Это его проклятие, вот это то, что они могут... Не проклятие, а дар. Это какой-то из божеств, который имеет какой-то... Будут эти... Для тифлингов. Для тифлингов, понятно, будут вариации. Мы про Shadowfell говорили. Будут эльфы Shadowfella, эти Шадрай, или как-то так они называются. Да, потом намного больше информации будет про элодринов. Это выше, выше-выше эльфов. Это типа те, у которых именно аспект фей, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, я так понимаю, это элодрины, или элдрины, я не знаю, как они выговариваются. Это те, которые остались в фейских... Фей Вайлдер. Спасибо тебе за... Так, корсиканец крскв. Just subscribe. Спасибо большое за подписочку. Спасибо тебе, корсиканец. Спасибо. Мы... То есть, да. Те, которые... Элдрины, это те, которые остались там. А эльфы, это те, которые... Покинули. То есть, элдрины, это как бы... Не высшая эльфа, это не хай эльфа, это оригинал эльфа. Настоящая эльфа. Я так понимаю, да. Про них будет больше информации. Будет про дварфов, я тоже знаю, будет какая-то... Да, больше информации про дварфов, про дергаров. Про дергаров, кстати, интересная достаточно тема. Да, на самом деле, очень большая часть книги будет посвящена конфликтам. Там, как бы, древним конфликтом в мире Демида Сандрагонс, то есть, Грейхог, там, Фургатон Раумс и так дальше. То есть, будет про кровавую войну между демонами и дьяволами. Это очень классная тема. Да. Потом будет про войну между дворфами и дергарами. И будет про войну между Гипенки и Элитидами. И Элитидами. Потом даже будет про конфликт, как бы это смешно не звучало, между халфингами и гномами. Да? Да. Вау, я про это даже не слышал. Да, да. Есть какой-то конфликт между Гипенками? Кликки, я не знал, да. Вот я думаю. Да. Вот. Да, вот так вот. Ну, и, насколько я понимаю, все-таки большая часть книги, она будет раскрывать эльфов. Я так... Ну, очень много. По крайней мере, пока что очень много разговоров. Может, проспойлили больше всего с этого. Я так понял, ты еще будет... Я не знаю, ты будет ли про Кракена. Запустили сейчас... Мне кажется, есть какие-то же, нет, бизнес-планы или как-то все это же строится. Выпустили сейчас новый сет игровых фигурок, которые вышли у Wizards of the Coast. И там главная фигурка – это Кракен. Да. Ну, то есть, это, типа, как эта премиальная фигурка, это Кракена. Фигурка, кстати, очень клевая, она такая, с щупальцами, там, голова. И Майк Мерлз давал целое отдельное интервью про разновидности Кракена. Может, будут какие-то Кракены. Мне бы очень было бы прикольно. Ну, то есть, я могу их и сам, наверное, забилдить. Ну, интересно было бы, какие увидения какие-то элементальные Кракены. То есть, те, которые живут в породе, там, вулканической, где-то. Или какие-то такие... Это как-то перекликается, да, даже с этими, с новыми драконами, которых форсит этот... А, Мэтт Колвилл. Мэтт Колвилл в своем новом кикстартере. Он же там... Он какие-то там драконы... Я не очень понимаю. Кристальные какие-то драконы. Мне почему-то напоминают кристальные драконы. Единственное, что только мне напоминает, постоянно это герои и маги. Там были кристальные драконы, их добавили. Они были достаточно крутые. Так что, вот такие вот у нас обновления, на самом деле. Мы сегодня с короткими новостями. Хотели просто поговорить новостями. О, и проспойлерим наши планы или нет? Давай поговорим. Нет, почему бы нет. Ребята, короче, мы решили добавить еще немножечко контента на наш канал. И у нас есть план пока что. Мы приступили к его исполнению. Я надеюсь, что... Да. Надеюсь, что в ближайшее время, недельки за две, а мы все-таки соберемся и сделаем то, что мы запланировали. Теперь мы будем делать обзоры и распаковки книжечек. И будем рассказывать про эти книжечки. Будем удивляться этим книжечкам вместе с вами, потому что будем их видеть первый раз, листать. Книжечки по OSR, то есть Old School Revival. Мы будем находить какие-то старые, потасканные модули для старых редакций Dungeons & Dragons. Потом книги правил по современным ретроклонам для Dungeons & Dragons. То есть Lamentations of the Flame Princess, Dungeon Crow Classic, что-то там Mazes and Rats и так далее, и так далее. Короче, всякие Black Haki, White Haki и прочее, 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 прочее. Имя им Легион, и мы будем пытаться... Как-то, я думаю, как-то все организовать и конструктивно презентовать. Потому что на самом деле тут нету, никто этим не занимается пока, что мы так не видим по-русски, и мы решили, что покажем это. Это очень клевые вещи, это очень олдскульные вещи, которые очень сильно фокусируются, например, на Dungeon Crawl. Или наоборот, или наоборот, на игры, которые упрощают правила настолько, чтобы позволить игрокам именно делать то, что они хотят в плане нарратива и творчества, и не ограничивать их правилами. То есть тут куча разных подходов, и мы будем просто разбираться вместе с вами, рассказывать вам про это, показывать книги, будем листать их, смотреть таблички, карты, иллюстрации. И мы будем даже пробовать делать разборы и обзоры олдскульных классических приключений для Dungeons & Dragons, что еще интереснее, мне кажется. Да, там как-то The Castle in the Borderlands. Это, наверное, первое приключение, которое мы разберем, это Keep on the Borderlands. Это первая книга, это называется Первый Стартер Сет. Это как рудники Фандалина сейчас, и тогда был Keep on the Borderlands. То есть, ребята, это просто классика, живая классика, мы попытаемся это все находить, потом... Ну, куча других приключений, на самом деле, там... Night's Dark Terror и там White Plume Mountain и так далее, и так далее. Мы будем пытаться все это делать, находить, разбирать, рассказывать вам, делиться с вами этим всем чудом. Я так понял, ты еще, если все это потихонечку мы соберемся, это как умозговать, мы попробуем сделать когда-то стримы по этим вот играм, которые играются с ребятами. Надо сначала ребят спросить, хотя для них... Ну, я думаю, что многие... Кстати, по поводу этого всего олдскула, мне кажется, я где-то читал, что в Mordekainen's Tom of Foes будет больше информации про Сигил и Planescape. А, окей, окей, планескейп, блин. Было бы круто. Planescape, Planescape. Ну, ничего, есть у нас... Modern March, да? Есть у нас идея. Да, я уже смотрел, я на книгу смотрел, на Мадроново этих и все. Но я тут Виталику кое-что сказал. Он мне сказал, нет, не покупай, не читай, нет. Ну, короче, да. Нельзя... Чтобы он не проспойлерил себя. Не пускает, не пускает мне ничего. Так что, да, ребята, первым же делом, если вы только сейчас пришли, мы 22 апреля будем в Киеве на... Вигейм. На Вигейм. Это суббота-воскресенье в ДНХ, ребята. Мы будем в воскресенье в час дня рассказывать про Dungeons & Dragons. И после часу дня будет целый там, целый посвященный сет Dungeons & Dragons, где будет крутая одна эпичная история происходить на, по-моему, больше, чем 8 столов будут играть вместе. Так что, да, приходите, здоровайтесь. Не знаю, будем знакомиться, общаться, болтать. Будем рады всех видеть. И я думаю, на этом мы закончим нашу официальную часть стрима. И если у кого-то сейчас есть вопросы, мы просто будем болтать с вами, отвечать на ваши вопросы по теме или просто касательно Dungeons & Dragons и всего остального, наших планов, чего захотите. Вот, пару минут, и, да, мы ждем ваши вопросы. Это дело мой компомент. Так, я... Да, Мортус, завтра будут вампиры, завтра во сколько? В 6.30. В 6.30, типа, в Москве, как и планировалось. Мы продолжим историю кровавых ублюдков, посмотрим, во что вылилось последнее их приключение. Я не буду спойлерить, чем закончилось прошлое приключение для тех, кто еще не смотрел. Но, короче, там бросили говна на вентилятор, и мы посмотрим, к чему это привело. Да, завтра будет, конечно, будет ВТН, и во вторник будут так же, так же, но на следующую субботу, конечно, фритоксов не будет, как мы будем в Киеве. И, хоть, я не знаю, может, мы с воскресенья... Будем стримить с телефона. Может, с телефона, может, постримим, на самом деле. Кстати, мы можем, да, постримить в субботу, Вигеймс. С Вигеймса, что-то пообщаться там с какими-то косплеерами, чтобы вы, ребята, могли поржать с нами вместе. Если будут какие-то очень убогие, или очень крутые. Надеемся, что будет очень много крутых. Я почему-то вспомнил этот... Ты помнишь это видео, где парень берет интервью косплеерши, как он думает, и пытается с панчлайном подъехать таким... Откуда у твоих родителей такое сокровие? Не, как там? Короче, он предполагает, что это девушка, он такой, типа, подкат делает, но оказывается, что это парень. Ну да, по-моему, в костюме Сейлор Муна был он даже, если я неправильно помню. Если я правильно помню. Так, бывает такое. Так, влог. Да, влог будет, мы попробуем для... Так, Балфеас пишет. Есть идейки для X-Crawl компании? Ну, посмотрим. Мы, может быть, на основе как раз-таки... Я думаю, что DCC. Да, DCC будем играть. Dungeon Crawl Classics. Может, мы, после того, как мы разберем правила, покажем вам обзор на эту книгу. Это будет, кстати, первый наш обзор, первая распаковка и первая ревью. По DCC, по DCC, по Dungeon Crawl Classic. И после этого, может быть, мы сыграем какую-нибудь короткую арку, там, на несколько встреч, для того, чтобы посмотреть, как это работает и показать вам. Да, будет интересно, наверное. Вот это есть в планах, есть у нас еще в дальнейших планах. У нас еще, мы говорили о Cyberpunk'е чуть-чуть, потому что... Да, кто знает, кто не знает, ребята из CD Projekt Red, которые подарили миру серию Ведьмака, и Witcher 3, которая является, по моему мнению, наверное, одной из лучших игр последнего времени. Они в этом году будут привозят на E3, по слухам, свою следующую игру Cyberpunk 2077. То есть это, ну, опять же, RPG нового поколения, который расскажет о сеттинге Cyberpunk'а. Который есть. То, круто, эта игра, по мотивам, она основана на серии настольных ролевых игр, которые называются Cyberpunk 2013, Cyberpunk 20... А не, 2013, 2020. 2020, Cyberpunk 20, еще сколько-то там. Эта серия берет свое начало там в 80-х, и создатель этой серии настольных ролевых игр помогает CD Projekt в издании этой игры. Это, на самом деле, культовая игра, она именно про такой, знаете, киберпанк олдскульный в духе нейроманта, ирокезы, неон, да, и так далее. И они должны привезти эту игру на E3, это будет, ну, все знают, что ее разрабатывают, но никто не видел, как она выглядит, и по слухам ее привезут. И мы попытаемся провести коротенькую кампанию перед E3 для того, чтобы, да, как-то освежить в памяти, что такое киберпанк, и приурочить это как-то к презентации. Так, как жизнь? Дифрик пишет, а как жизнь? Ну, ну, как жизнь. Хорошо, ну, жизнь хорошо. Так, Шардрай пишет, так, поехали, это опять я. Как и где мне проконсультироваться по моим вопросам в Dungeons & Dragons? Я начал читать и посмотрел ваше видео для начинающих, но многое не понял. Даже с созданием персонажа есть вопросы, не то, что с самой игрой. В Дискорд может в какой-то зайти, чтобы мне объяснили, но в какой канал? Заходи на наш Дискорд канал. Да, там на самом деле есть такая комнатка, называется ДНД вопросов. Да, идешь в описании где-то сейчас под нашим твичевым видео, внизу. Или вконтакте в группе есть ссылочка на наш Дискорд канал. Заходишь туда, там есть разделы. На Дискорд канале есть комнаты отдельные, и одна из комнат посвящена непосредственно вопросам по Dungeons & Dragons. Заходишь туда, задаешь свои вопросы, мы пытаемся в меру своих сил отвечать. Там ребята даже, кроме нас есть куча людей, которые даже может и лучше понимают на некоторых вопросах. Очень много толковых наших зрителей, которые могут вот так вот ответить на вопросы, на которые мне приходится искать ответы в книге, потому что я не держу этого в голове. Так что да, Шардерай, если какие-то начинающие проблемы, вот я даже знаю, что Корсиканец, который только что подписался, он начинает, первый у нас комьюнити, который начинает долгосрочную кампанию, он начинает рудники Фандолина, набрал группу, и он сказал, что у них планы проходить какие-то официальные модули, на длинную, серьезную кампанию собралась, которую я уже видел сегодня, что там обсуждали. Так что, Шардерай, ты даже сможешь найти в нашем Дискорде людей, которые смогут с тобой играть вместе. Или, и берут, на самом деле, очень много новичков. Ну, вообще, в этом хобби новички очень приветствуются, потому что тут очень низкий уровень старта. Какое-то вхождение в это хобби. Тут не нужно иметь какие-то особые навыки или что-то такое. Окей, ЗавгарВВ пишет. Нет в планах в Москву приехать на какой-нибудь из реликонов? Ууу, теперь такими чехерями приходится в Москву добираться, что это просто капец. Ну, на самом деле, нам это много проще, потому что нам просто... Мы можем поехать в Будапешт, сесть на самолет, да, я согласен. Так что у нас это... Ну, будем видеть, да. Нам нужно, на самом деле, для того, чтобы мы приехали туда, нам нужно, чтобы кто-то нас туда позвал из организаторов, чтобы мы знали, для чего мы едем. Просто так приехать, посмотреть нам... Ну, то есть, это интересно, мы хотим увидеть это, но мы бы хотели бы что-то провести всегда. Всегда на всех таких ивентах хочется что-то показать свое, презентовать свой комьюнити, знаешь, что-то такое. Все это, и мы пока что только так, как-то на расстоянии общаемся с этими людьми, которые с этим занимаются. Так, окей, Диприк пишет, у вас бывало, что игроки никак не работают в команде? Постоянно. Always. Всегда, все. Постоянно. Это вопрос сыгранности компании, знаешь, ребята, чем лучше будут играть, они научатся работать в команде, они будут лучше понимать друг друга, но твоя обязанность как ГМа напоминать об этом игрокам и говорить с игроками, и заставлять игроков говорить друг с другом. То есть, вы должны обсудить это, вы должны договориться об этом, вы должны понимать, во что вы играете и для чего вы играете. Это очень сложно. На самом деле, мне кажется, это одно из самых сложных моментов в настольных ролевых играх, если вы долго играете, чтобы социально как-то... Из-за этого, я считаю, что это очень взрослое хобби, на самом деле. Да, учишься общаться с людьми. Это очень важно. То есть, это хобби можно делать на разных уровнях. Можно когда колбасить орков и делать, что хочешь, или когда играть как команда. Не просто так, такие вот ивенты, даже, я знаю, ты уже какие-то эти тренинги, как тимбилдинги делаешь для того, чтобы в Dungeon Dragon. И для... Я, насколько знаю, в Штатах, в Нью-Йорке очень много сейчас, и по всей Америке очень много игровых клубов проводят такие вечера, игры в Dungeons & Dragons, куда приводят детей, у которых... Сейчас это во всем мире, на самом деле, большая проблема. Дети, которые плохо социализируются из-за того, что мир такой, то есть очень много интернета, компьютера, очень мало живого общения, и дети просто не обладают социальными навыками, и они как бы замкнуты в себе. Они не то, что аутисты, не то, что у них какое-то заторможенное развитие, просто... Мир такой. Мир такой, и это как в качестве терапии проводятся, как бы, игры в Dungeons & Dragons, и люди учат сообщаться друг с другом. Так что да. Шардрай, большое спасибо, так и сделаю вы супер. Из-за вас мне очень понравилось Dungeons & Dragons, и я стал его фанатом, пытаюсь жену теперь подсадить. Дай тебя, обниму. Мы всех вас любим, ребята. Да, отлично. Мы всегда очень разные такие вещи. Да, да. Давай, давай, подсяживай жену. Расскажешь потом, как прошло. Потому что Виталика не получилось. У меня не получилось. У меня critical fail. Да, да, да. Я выкинул. Единичка просто. Потом еще и отскакнуло мне в лоб. Да. Вот. Так. Вопросы? Нет вопросов? О чем мы можем рассказать, пока вопросы не сыпятся? Так. Благодаря Dungeons & Dragons я успешно сдал экзамен, Мортус. Бывает и такое. Почему ты сдавал экзамен по лору, по эльфам? Да, я не знаю. Ну, это хорошо, Мортус. Я рад, что оно тебе помогло. Из-за теории вероятности можно сдать. Чтоб не запейлиться по полной. Да. Так, ладно, ребятки. Я думаю, что мы будем потихонечку закаляться. Вопросы иссякли. Мы сегодня и хотели такой шорт, потому что нам нужно кучу всего обсудить перед Киевом. Москву, конечно, Завгар. Первым же делом, Завгар, мы приедем к тебе в Камчатку. О, да, Камчатка. Да. Любовь. Я никогда не был на Камчатке, но из-за того, что я видел и слышал по рассказам знакомых, которые там бывали, это просто божественное место. Сёрфинг. Какое там, что там у вас? Какой там водоём? Какое там море? Океан? Северное? Что? Да не северное. Фига там. Короче, в арктических водах сёрфинг это просто невероятно. Да, это очень классно. Так что, ребят, мы будем потихонечку заканчивать. Всем спасибо. Увидимся все завтра в 6.30. Я буду на этом же месте сидеть, кстати. Да. Всё, ребята. Всех целую. Тихий океан. Завгар. Охренеть. Шордрай. Будем пытаться. Будем пытаться. Я пока машу. Я пока машу. Пока. Выключай. Выключил. Субтитры сделал DimaTorzok